Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 420 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженный бодростью Сергей Кезоркин. Со мной и с моим гостем не соскучишься. Я, Ирин Вин Венихайлович, торжественно присягаю на верность своему отечеству, Российской Федерации. 39 атлетов отправились служить в Самарскую спортроту в этот призыв. Присягу на стадионе ЦСКА принимали в гордом одиночестве, без журналистов и вспышек фотокамер. Хотя не привыкли к вниманию средств массовой информации. Строю не просто спортсмены, а чемпионы Европы и мира. Теперь они будут не только служить родине, но и выступать на соревнованиях, как на обычных, так и на армейских, в том числе и международных. Задача спортивных рот, это первая задача, это дать возможность спортсменам, которые входят в состав сборных страны, в основной состав резервный, молодежный, юниорские составы, пройти срочную службу без максимального отрыва от своего тренировочного процесса. Спортивные роты по приказу президента Владимира Путина возродили в 2013 году. Кроме Самары, они есть в Санкт-Петербурге, Севастополе, в Балашихе и в деревне Ватутинки Московской области. Кандидатов отбирают эксперты спортивных федераций, согласовывают с Министерством спорта страны. Оттуда списки на утверждение поступают к замминистра обороны. Кому повезло, отправляются служить не просто в армию, а в специальные роты. Большая честь для Самары. Сюда съехались лучшие спортсмены нашей страны. С руководством филиала были созданы все возможности, чтобы ребята здесь прошли курс молодого бойца, начальную военную подготовку. Также ознакомились и испытали наши спортивные объекты, чтобы на период прохождения курса молодого бойца они также не снижали уровень своих результатов. В российской армии в спецротах служат 400 спортсменов-профессионалов. В Самаре 80. После дембеля кто-то уходит завоевывать олимпийские медали уже на гражданке. Некоторые остаются служить дальше по контракту. Погоны не жмут, шутят они. Да и военная дисциплина с четким режимом дня – хорошие помощники в тренировках и на соревнованиях. Сегодня в гостях у мастера спорта Виталий Киктьев, командир спортроты Самара ЦСКА. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы посмотрели сюжет, как проходила присяга в этом году. Расскажите, это впервые или не впервые? И вот именно такие условия присяги почему были? Ну, присяга военнослужащих спортивной роты Самара именно в городе Самара проходит не впервые. Спортивные роты в ЦСКА были возрождены в 2013 году. По указанию начальника генерального штаба было создано 4 спортивных роты с местами дислокации город Самара, город Санкт-Петербург, город Балашиха, Московская область и город Ростов-на-Дону. На сегодняшний момент в результате проводимых организационно-штатных мероприятий у нас 5 спортивных рот с местами дислокации город Самара, город Санкт-Петербург, деревня Ватутинки, город Москва и город Балашиха, Московская область и спортивная рота Севастополь-Крым. В 2013 году, первый призов у нас состоялся в 2013 году, и приведение военнослужащих к присягам в Самаре проходило трижды. Это весенний призов 2013 года, это осенний-зимний призов 2013 года и весенний призов 2014 года. С октября, с ноября 2014 года решением руководства страны приведение к присяге военнослужащих спортивных рот проводилось в Олимпийском парке города Сочи, в нашем знаковом месте. И это было очень красочно, очень зрелищно, привлекались для проведения присяги рота почетного караула 116-го преображенского полка, проводились мастер-классы с участием заслуженных спортсменов, представителей ЦСКА, очень красочные, зрелищные выступления. В 2015 году весной присяга проходила в рамках вручения флага ЦСКА нового образца министрам обороны Российской Федерации. И на этой присяге присутствовали все руководители, высшие руководители Министерства обороны, сам министр обороны. Ну, это было очень достойное и зрелищное мероприятие. Нынешняя присяга прошла у нас здесь, в Самаре, в связи с пандемией коронавируса. В результате руководством вооруженных сил было принято решение провести данное мероприятие по местам. И присягу также приняли 28 июня не только наши военнослужащие, но и военнослужащие других род. И по указанию начальника генерального штаба все это прошло, к сожалению, так скажем, скромно. Опять же, все это было направлено с целью для того, чтобы не допустить возможного заражения военнослужащих. Вот скажите, спорторота, чем она отличается от других род и зачем она была создана? Ну, это особые подразделения. Задача спортивной роты это дать нашим спортсменам, спортсменам, которые уже достигли достаточно серьезных результатов в спорте, а именно они являются членами сборной команды страны. И когда данные спортсмена достигают призывного возраста и уже представляют нашу страну на международных площадках, значит, военнослужащий, кандидат в спортивную роту, спортсмен, он получает право на призыв в спортивную роту. Спортивная рота позволяет именно спортсменам высокого класса пройти службу по призыву, не отрываясь от своего интенсивного тренировочного процесса. Я спортсмен, профессионал. Есть какой-то критерий все-таки отбора? Вот кого возьмут, кого нет? Какие-то медали должны быть, их количество, рекордсмен мира, Европы. Как здесь вообще? Вы знаете, как это все проходит? Потому что спортсменов-то у нас много. Отбором занимается Министерство спорта. По Федерации России, в Федерациях России у нас есть ответственные люди, которые подбирают кандидатов для призыва в спортивную роту. Одно из требований, как я уже сказал, это спортсмен должен входить в состав сборной. Эти списки сборных команд, они ежегодно утверждаются президентами Федерации. Они, естественно, обновляются. Он может в этом году попасть, в следующем не показать, результат не попасть. Данные все списки аккумулируются в Центре подготовки сборных команд страны и уже обобщаются. После того, как эти списки обобщены, за подписью начальника Центра подготовки сборных команд страны, он же заместитель министра спорта, направляются в Министерство обороны. Для согласования уже с нашим ведомством, после согласования этих списков, начальникам Генерального штаба издается директива на призыв данных спортсменов. Какой-то конкуренции или именно приоритет отдавать, сколько медалей, здесь у нас сейчас 400 должностей военнослужащих по призыву, которые ежегодно позволяют спортсменам данного класса проходить военную службу по призыву. Спортсмены просто носят военную форму в звании рядового? Или сразу, если зависит от того, какой статус чемпион мира, Европа, Олимпийских игр, сразу там какую-то звезду дается? Или они все-таки служат? Или не служат? Или только соревнуются, тренируются? Здесь схема какая в спортроте? Значит, должность. У меня в спортивной роте существует два спортивных взвода. Должность командира взвода, он же командир взвода, тренер. Подчиненные его, это военнослужащие по призыву, должность спортсмен. Так и называется спортсмен. И обязанности данных военнослужащих, это приоритетом, это тренироваться, выступать и защищать честь и достоинство нашей страны на международных спортивных площадках. Нету никаких критериев по видам спорта. Если это представители, еще раз говорю, олимпийского вида спорта, если это сборник, то какого-то приоритета нет. Ну кто в основном это? На данный момент у меня представители 28 олимпийских видов спорта. Представитель биатлон, бобслей, бокс, велоспорт, вольная борьба, грибной спорт, дзюдо, карате, керлинг, конкобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, самбо, санный спорт, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фиктование, фигурное катание, фристайл. А где здесь у нас в Самаре можно все эти виды спорта практиковать? С ними проходит курс начальной военной подготовки. Вот это уже интересно, расскажите, справляются? Значит, у нас в спортивной роте существует программа боевой подготовки, и для военнослужащих по призыву определено 40 часов в программе боевой подготовки. Значит, в программу боевой подготовки входят такие дисциплины, как строевая подготовка, общевоинские уставы, безопасность военной службы, огневая подготовка, начальные азы, азбука, военная, скажем так, военная азбука. Военнослужащие после прохождения данных курсов направляются уже непосредственно для дальнейшего продолжения своей службы, уже в статусе военнослужащего, в составы сборных команд страны. То есть они откомандировываются в центр подготовки сборных команд, где продолжается тренировочный процесс в составе федерации. Получается, неделю они в спортроте, потом в своих сборных лагерях тренируются, выступают как за, так скажем, национальные сборные, так и за сборные армии, да? Да, выступают, естественно, за страну. Если это соревнования, у нас проходят всемирные военные игры, если слышали, это олимпийские игры между военнослужащими. Вот, естественно, они выступают и защищают уже наши вооруженные силы на международных площадках, вот именно на этих всемирных военных играх. Самарская рота как-то отличилась вот на международном уровне? Военнослужащие Самарской роты принимали участие неоднократно в чемпионатах мир-расизм. Значит, здесь же есть как бы, проходят региональные чемпионаты мира-расизм конкретно по видам. Есть чемпионаты мира, где уже масштабно проходят в составе всех членов Совета Сизм. И есть всемирные военные игры, это как бы наивысший титул, который вот, это зимние всемирные военные игры и летние всемирные военные игры. Ну, будем говорить олимпиаде среди военнослужащих. Самарские спортсмены, вот именно военнослужащие спортивной роты, неоднократно принимали участие в различных региональных, международных и всемирных военных играх в рамках Сизм. И завоевывали призовые места в составе команд. Также лично были представители в региональном Сизме Путхэквондо, были представители, которые завоевывали, становились призерами, победителями. На летних всемирных военных играх, которые прошли у нас в Китае в прошлом году, наша сборная также безоговорочно стала победителем. И в состав сборной вошло два военнослужащих спортивной роты Самары, которые также заняли в составе сборных и призовые места. Кроме медалей на соревнованиях, они за эти медали, как сказать, звездочки получают? Наиболее перспективные спортсмены, в которых заинтересован клуб, вооруженные силы, им предлагается уже перейти на военную службу по контракту. Здесь, в спортивной роте, у меня военнослужащие, звание у них рядовой, должность спортсмен. Чтобы получить звездочки, нужно, конечно, наличие высшего образования, нужно отучиться и попасть уже в спортивную команду. Ну, тут уже все зависит непосредственно от перспективности спортсмена. Вы уже коснулись темы, что спортсмены проходят тот курс молодого бойца, который обычно за месяц или больше, эти за неделю. Что можно посоветовать молодым людям, которые не занимаются спортом или в любителях? Подготовка к армии, как она должна проходить? За сколько времени лучше начинать уже готовить себя физически? То заниматься нужно всегда. Недаром говорят, движение — это жизнь. Тем более представители мужского пола — это, так скажем, добытчики, охотники. И физическая форма любого мужчины, она должна быть идеальной. Поэтому тренироваться от случая к случаю, наверное, это неправильно. Это должно быть образом жизни. Хочу сказать, что оценка — вы можете хорошо ходить строевым, вы можете знать отлично уставы, вы можете вводить технику безукоризненно, но если вы получите неудовлетворительную по физической подготовке, то ваша общая оценка будет неудовлетворительна. Наша оценка по боевой подготовке не может быть высшей оценки за физподготовку. Поэтому не ленитесь, тренируйтесь, занимайтесь и будьте в хорошей физической форме. И приходите служить в армию. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. Я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok